Подождем, пока люди придут на нашу заднюю связь. Ну, пока мы ждем, я думаю, пока, где вы сейчас находитесь. Да, давай. Сейчас будет ваша федерация, Илья, снова в Москве. Приехал на упаковку своих онлайн-школов, онлайн-родов. Об этом мы поговорим чуть позже. Покажи, Илья, где здесь люди отдыхают. Тут есть даже КС-5. Федя, звук, как звук. Это можно и не ставить, мы дальше пошли. Прямо, в Казангерус. Я думаю, слышно. Привет из Таткистана, пальчик вверх. Слышно, слышно. Касает, звук. Существует. Прямо, в ЛИРИРИЧ glasses. Мeroю, можно сделать это. Вон, я блядь. В ОТВУ, точно. В ЛИРИЧ, это линь. В ЛИРИЧ. В ОТВУ. И звук. В ОТВУ. И он в Германии. В ОТВУ,uela. В ОТВУ. Егни, в ЛИРИРИЧ. Отву. Слышно. В Экзоне. Илья, давай начнем со снов. Во-первых, самый распространенный миф по американской визе, что если есть приглашение из Америки, то визу уже в кармане. И второй миф, самый популярный, мне надо заполнить только ДС-160, мне больше ничего не нужно. Давай обсудим эти два мифа, начнем с первого. Илья, давай начнем с первого. Если вы не получаете, то возможно, если вы не получаете, то возможно, если вы не получаете. То, что вы делаете в США, заполняемость ДС-160, поведение на интервью, это все дает определенную цифру. Что касается просто заполнения ДС-160, если говорить про нашу компанию, то это одна десятая часть той работы, которую мы проводим. То есть заполнить анкету, я вам скажу, когда я три года назад сам занимался заполнением анкеты, то я делал это на скорость, у меня было примерно 7 уже готовых ДС-ок, приходили клиенты, и я прямо вместе с ними это делал буквально за 2-3 минуты. То есть это было возможно сделать. Кстати, по поводу ДС-160, отлично. Кстати, по поводу ДС-160, многие заблуждаются, что и относятся к ДС-160 не сильно серьезно, я бы сказала, потому что думают, что вот мы заполним и на интервью все потом расскажем. Ну, во-первых, интервью, может быть, как такового может и не быть. Вы просто придете, офицер, сотрудник консульской службы, просто будет смотреть в свой компьютер, в его компьютере уже отражена ваша анкета, в его компьютере уже отражена резолюция, статистика, то, что провели проверку сотрудники Департамента внутренней безопасности США, и вопросов даже может и не быть, на самом деле. Из-за этого интервью, если кто-то там планирует, что он на интервью сейчас там покажет, что он такой великий, да, и бывает такое, что у него просто не бывает такой возможности это сделать. Так что, ребята, анкета ДС-160 – это серьезная, серьезная, серьезная штука, да, к которой нужно просто к ней грамотно относиться, на нее просто смотреть как на ту зону, в которой находится фактически самый высокий градиент зон ответственности при подаче на визу. Анкета нужна, но анкета – это не главное, то есть там есть еще момент, связанный с визовым кейсом, необходимо что-то усиливать, слабые стороны нужно поднимать, если они лежат, и то, что у вас есть приглашение из США, но это еще ничего не значит. Кстати, еще распространенное мнение, что когда я получил визу, ну, в посольстве, например, да, то, ну, все, я могу спокойно въезжать, но на границе, да, когда вы переходите, допустим, в аэропорту Кеннеди, показываете свою визу, у них также высвечивается вся информация, которую вы давали в посольстве. И тоже нужно показывать ее и рассказывать. Потому что это одни и те же люди делают. То есть когда вы, допустим, заполнили в ДСК, вы ее отправили, зарегистрировались в личном кабинете, вы отправили свои данные, и это есть, все ваши данные есть в системе, и когда вы прилетаете в аэропорт, то офицер, который встречает вас пограничной, да, пограничной службой, он уже видит все, что вы говорили на интервью, он видит полностью вашу анкету, и главное, он обращает внимание на звездочки под визу. То есть если у вас две звездочки, то это один подход, если одна звездочка, то другой подход. Но стремитесь, чтобы у вас была одна звездочка. Поэтому и важно заполнение ДСК совместно с юристом и с профессионалом, потому что когда распространенная такая работа, да, когда за клиента, за человека заполняют анкету, и он даже ее особо не видит, он даже особо не ознакомливается с ним. Были такие случаи. А потом проблемы. Да, были такие случаи, когда перед тем, как идти в посольство, девочки говорят, так, ты там, если что, работаешь директором, она, а, каким директором, у нее два часа до интервью. Она приходит, боится, нервничает, каким директором я работаю. И первый вопрос офицера был, скажи, где ты работаешь, скажи, как ты добираешься до работы, скажи, там, какие-то детали, ну и все, она выплыла и получила отказ, и потом она пришла к нам, и мы с ней за месяц полностью всю эту ситуацию исправили. Да, такое возможно, это реально. То есть с отказом мы тоже работаем? Ну, если вспомнить, что было три года назад, там, три-четыре года назад, мы стояли возле посольства Новинский бульвар 21, и мы занимались исключительно отказами. То есть люди, которые шли с отказами, мы их брали прямо возле посольства и исправляли их ситуацию. Разные бывают случаи, и самая большая проблема, это когда вы общаетесь по поводу языка 1, например, по поводу брака, там есть отслеживающиеся программы, и такие моменты лучше в мессенджерах не обсуждать. На самом деле в США много разных программ. Одна из причин отказа, это когда вы обсуждаете какие-то вопросы, которые не следует обсуждать в интернете. Одна из причин отказа. У нас из 20 человек попадался как минимум один, который именно попал на отказ из-за того, что слишком много обсуждают. Кстати, сейчас пишет девушка, насколько я понимаю, у нее уже два отказа, и она пишет, что ей два раза уже заполняли просто отвратительно анкету. Мы сейчас об этом и говорим, что к анкете нужно относиться не просто как к анкете, да, какой-то очередной, а как будто бы вы на интервью находитесь, и заполнять ее точно так же, как будто бы вы уже получаете визу. И с полным серьезом надо ее не относиться. Ребята, у меня к вам вопрос. Пожалуйста, очень прям хочу, чтобы вы мне сказали, в каком формате нам лучше делать Инстаграм. Вот смотрите, мы можем делать просто, забивать каждый день видео из Инстаграм ТВ, то есть это длинные ролики по 7-8-9 минутам до 10 минут в таком среднем качестве, потому что там обрезается качество. Либо мы можем просто заливать видео в ленту новостей, либо мы можем делать фотографии и больше уделять внимание стоить. Ребята, очень важно ваше мнение, потому что мы хотим, чтобы у нас Инстаграм был рейтинговый. У нас есть несколько видеороликов, которые собрали практически 50% нашей целевой аудитории, и там больше 200 комментариев, это очень сильно радует. Хотим, чтобы этот тренд продолжался и рос, и просим вас о помощи. Но, насколько я понимаю, сейчас самое популярное, это ребята, которые уже в США въехали, и их путь. И, собственно, какие-то важные допущения из серии 11 причин отказа по визе, или что-то такое. Но, на самом деле, сейчас ты задал вопрос, в прямом эфире пока нет никаких комментариев на этот счет. Я думаю, это все можно делать с помощью теста, как всегда. Можно протестировать то, что связано с границей. Интересно, ребят, узнать, что там. Мне кажется, это следующее будет прямой эфир, мы завтра его проведем, нас еще в Мексике. Заходите на наш инстаграм, отслеживайте прямой эфир, потому что мы буквально уже в понедельник отправляем нашего клиента на границу. Его будет встречать наш представитель. Я думаю, вам будет интересно. Кстати, распространенное мнение, что мы снимаем всех клиентов, которые к нам приходят. Не, не всех. Абсолютно. Сейчас парень из Таджикистана, я говорю, давайте мы вас снимем хотя бы со спины. Он говорит, нет, я не могу, я боюсь, что мой голос узнают. Мне нужно, не нужно. Ну, не нужно, не нужно. Вы представляете, как нам сложно добывать материалы для нашего YouTube-канала, для нашего инстаграма, когда люди просто всего боятся. Хотя есть клиенты в Америке, вот Валерия сейчас на нас вышел Алексей, это тоже наш клиент. Мне кажется, больше от менталитета зависит, потому что, например, граждане СНГ, если бы мы всех снимали наших клиентов, которые к нам приходят, получают нашу юридическую услугу, попадают в США, то у нас бы инстаграм просто, мне кажется, лопнул бы от контента. Потому что очень много людей, и все, 99% боятся сниматься, общаться и переживают, что их кто-то сдаст или что-то еще, потому что иммиграция – это дело такое. Ну, особенно если через Мексику. Особенно. Конечно, это сложно. Да, любая иммиграция, даже когда ты уже въехал по визе, и один звонок в посольство, да, Илья, что и все. Ну, так же, как и виза. Любую визу можно отменить. Один звонок в посольство, и поэтому люди стараются не светиться, стараются не быть публичными личностями для того, чтобы не испортить свою иммиграцию. Да. К слову о том, почему мы не даем людей. Да, по поводу виз, визами она занимается Элеонора. Элеонора будет здесь в ближайшее время, мы с ней сможем пообщаться по этому поводу. Элеонора – наш специалист по ДС-160. Она уже больше двух лет работает с нами именно исключительно по визам, и с ней можно вопрос к... Вот, и мы в ближайшее время сделаем еще одну онлайн-трансляцию, расскажу про то, что там происходит сейчас в Мексике, про то, как работает распоряжение Трампа, связанное с прохождением судебного процесса на территории Мексики. Это достаточно забавно выглядит, сам видел, наблюдал, присутствовал на этом процессе. То есть, когда суд находится в Сан-Диего, в США, при этом люди приходят на границу в Тихуано, их арестовывают, надевают наручники, на ноги, на руки, везут их на судебный процесс. Но это применяется и к тем, кто в настоящий момент прошел границу нелегальности. Опять, опять, и опять, и опять. Дайте нам хоть какие-то контакты. Ребят, давайте вы еще раз пересмотрите наше видео. Мы для этого сейчас отвечаем на вопросы. Контакты можем дать Валерии, контакты можем дать Алексею. Это люди, которые готовы за деньги в режиме консультации, за 150 долларов с вами пообщаться, и часовая консультация. Вы можете задать им полностью любые вопросы, тем более, что это люди, которые уже все получили. Даже вот Валерий, он мне как только получил бумагу официально от службы ДИЧС, он мне сразу прислал, говорит, Илья, я получил наконец-то убежище, а сам, вот моя бумага, все, теперь я жду грин-карту. Вы с ним можете спокойно пообщаться, ему нужны деньги. Также Алексей, наш клиент, который сейчас находится также в Америке, он все получил. Я просто к тому, да, я еще хочу сказать. В Америке никто не будет общаться с вами бесплатно. Это первое. А второе, представьте, вот вы в США, да, вот допустим, вот, вы въехали, у вас двое детей, вы работаете на работе с восьми, там, до десяти вечера, а вам звонят ваши земляки ночью, опять же вспоминаем, что у нас по 9 часов разницы в США чаще всего, и спрашивают, а как у вас дела, как въехали, а все это с подачей нашей компании. Мы уже это делали. Это уже проходили, и... Знаете, как это выглядит? Это выглядит уже. Наш вот алгат, который снимался и в Москве, и в Мексике, и из США он сделал видеоролики. Это большая семья из Бишкека, из Казахстана. Да, трое детей у них. Трое детей, все очень классно. Ровно через два месяца он мне звонит, Илья, убери меня с YouTube-канала. И не давай больше моих телевизоров. И не давай больше моих телевизоров. Меня пропали, сказали, что я там негодяй и прочее, что я там... Родину сдал. Родину сдал, что я негодяй, что мы его там проклинаем, и что-то там сволочь редкостное. Это все реально было. Он просил нас, он потом начал просить, Илья, меня все узнают, меня все ненавидят, сделай что-нибудь с этим, удали это. Я больше там... И мы с ним просто... Ну, это было очень серьезно все. То есть нужно было человеку убедить, что нельзя убрать видеоролики с YouTube-канала. Но это не делается. Если вы убрали ролик, удалили, то вы фактически падаете в рейтинге. И тем более, что мы за каждый ролик Талгату платили, потому что он нуждался в книгах. Мы платили ему по 100, по 150 долларов за ролик. Я сам лично ездил с ним за свои деньги в Мексику для того, чтобы наш контент был просто очень классный. И, ну... А в итоге люди привыкли, что мы показываем соотечественников и думают, что мы раздаем телефоны. Да, раздаем телефоны. Мы за эти видеоролики платим, платим деньги. Мы очень сильно пытаемся человеку убедить, что ему это нужно, что нужно помогать своим там. Хотя, ну, отношения не очень хорошие, особенно там, где, ну, в Средней Азии, там... Возвращение на видео, да? Да, да. Да, часто бывает, а, ты уехала, а я нет, ах, ты еще и ментов работал в Бишкейке, ах, ты, сволочь, мент, уехала, а я тут остался. Ну, это самое минимальное, что я сейчас и не рассказываю. Да, это самое минимальное, что может быть. Поэтому мы больше юридическая компания, а не развлекательная. Поэтому считайте, считайте с этим. Да, все приходится просто, вот все видеоматериалы приходится с большим-большим трудом добывать. Вот взять их Рома, ну, классный парень из Таджикистана, просто классный. Мы с ним дружим, он... Да, самый позитивный. Да, позитивный парень из Таджикистана. Я говорю, Ихрон, ну, давай сделаем с тобой. Но ты же... Нет, Илья, я боюсь, там в Таджикистане меня узнают, у меня будут проблемы. Илья, кстати, пойдем посмотрим, как у нас Татьяна и Алексей сейчас поживают. Да, давайте пройдемся и посмотрим, как у нас получится. Кстати, ребята, у нас... Почему вообще здесь в Москве? Мы сейчас упаковываем в школу по визовому центру. Пойдем, пойдем. И если вам это будет интересно, мы можем дать его контакт. Пишите мне. Можете развернуться спиной? Вот приехал к нам парень, увидел, как... Во-во-во, сейчас смотрит так же прямой эфир. Вот так вот добываются материалы и делаются прямые эфиры. Так, а мы идем-ка дальше. Спасибо. Сразу первый вопрос. Можно спиной на лицо? Вот, поэтому съемка видео и контента очень тяжело получается. Поэтому вы извините нас, пожалуйста, что мы не можем дать телефоны. Парень из Кыргызстана, да? Да, Кыргызстан, да. Слышен стук мячика. Кто-то играет в теннис, нарабатывает мелкую моторику. Татьяна. Чем занимаешься? Такие-то рестаканчика, как будто, знаешь, вот играет на «Иди шарик». Вот есть же такая игра. Где Алексей? Подрабатывает. Где-то там. Где-то ходит. Работает. Визу только что. Ребята заключили, да, как бы, на визу. Да. Только что. Ладно, ребят, в общем, подготовлю по Мексике. Много есть всего интересного по поводу прохождения суда сейчас, когда за вами приезжают в Тихуанну, забирают вас в микроавтобусе. Кстати, охраной арестованных занимается служба шерифов. Подожди, Илья, подожди, о чем речь? Ну, о Мексике, то, что мы сейчас, о том распоряжении Трампа, но он не связан с легальной эмиграцией, он связан с нелегальной эмиграцией. Помнишь, у нас был клиент? Да. Помнишь, у нас был парень, который сказал, Илья, все у вас очень круто, но зачем вы меня привезли на границу? Я тут стою в очереди уже четыре дня. Вы могли бы меня просто подсадить через забор, я бы перелез, и я бы выиграл бы суд. И вот к вопросу о том, что стоит ли сейчас таким образом делать, не стоит ни в коем случае. Кстати, давайте, Илья, и наши подписчики, наши зрители подытожим. Самое главное, что эмиграция через Мексику, это, ну, мы, по крайней мере, занимаемся легально, потому что вы пойдете через официальный КПП, вы официально будете проходить, вот Алексей общается тоже. Вы официально будете проходить все мероприятия, которые связаны с эмиграцией, то есть вы будете официально получать бумаги, официально проходить интервью. Мексика только легально, ни через какие заборы мы не отправляем. Еще бонусом мы вам дадим человека, который уже прошел полностью весь процесс, который находится в Америке и ливерализованный, и этот человек... Присядешь? И этот человек у вас практически... Вы с первых рук получите очень важную цену и актуальную информацию. Кстати, ребят, когда вот вы звоните Алексею по WhatsApp, по Viber, по ему, процесс консультации происходит именно таким образом. Да, в общем, сейчас у нас бонусом, сейчас у нас бонусом прикрепляется человек, который сам недавно проходил этот процесс, который получил все полностью. Это одна из самых главных фишек нашей компании. Мы продаем только то, что мы сами проходили и в чем сами участвовали. Как можно продавать американскую визу, если вы сами не были в Америке и никогда ее не получали? Кстати, Илья, вот вопрос спросили. Что такое Only the Brave? Это откуда? У тебя на футболке написано. Ребят, это не я этот принц сделал. Нет, не ты. Очень милитарий такой, интересный. Ладно, в общем, ребят, всем удачи. Давай пройдемся еще, покажем виды. Ждем, ждем, когда Дональд Трамп переизберется. В следующем году будут выборы. А какого числа? В следующем году будут выборы, в 2020. И будем надеяться, что придет опять Обама или кто-нибудь похожий на него. Ты имеешь в виду, а про американец? Я имею в виду, что противоположные партии. Все, ребят, всем удачи, хорошего вам дня и всем пока. Спасибо за участие в онлайн-трансляции. Скоро у нас будут вебинары, где вы можете четко посмотреть сцены, как это, что происходит. Вебинар будут вести Илья, Алексей, Татьяна. Сейчас мы занимаемся визами, мы занимаемся Мексикой. Я сейчас вам покажу наши виды из окон. Поэтому, если вы захотите приехать к нам в офис на консультацию, это можно сделать. Мы находимся в башне федерации, 18 этаж. Вот такая красота. По услугам мы занимаемся визами. Американскими, канадскими, европейскими. И иммиграция через Мексику. Иммиграция через Мексику – это иммиграция без визы в США. Без американскую визу, если вы едете через Мексику, получать не нужно. Спасибо всем за участие. Удачи в следующих эфирах.